Друзья, сегодня хочу рассказать о девайсах для приготовления пищи, для быстрого приготовления пищи на природе. Сейчас речь не будет идти о костре, котелке, гитаре вокруг этого костра, там шашлыках, картошечке. Сейчас просто как быстренько подогреть водичку, чтобы у нас был кипяточек, для того, чтобы сварить какие-то яйца, заварить какую-то кашу, мивину и прочие делеги. Мы с собой возим вот такую плитку, называется она Кемпинг. Купили мы ее в 2014 году, то есть служит она уже шестой год. Сейчас на рынке таких плиток много, Трамп и еще какие-то бренды, не буду все их перечислять. Лучше она или хуже других, я не знаю, нам она нравится, нас она устраивает, для того, чтобы приготовить быстро водичку, сварить какие-то макароны, яйца и прочие дела, на ней удобно. Пользуемся мы вот такими самыми простейшими баллонами Интертул, которые продаются там на сайте Розетка, вот именно я их там покупаю, их везде много. Стоят они до 40 гривен за баллон, соответственно я покупаю их сразу несколько, кидаем в багажник и перед тем, как куда-то ехать, я просто контролирую, чтобы хотя бы запасной баллон 1-2 с собой всегда был. Расход небольшой, кто-то да, мне говорил то, что Интертул, ну скорее всего там, что слабенькие баллоны, что быстро прогорает. Я никогда это не замечал, ну и опять же я не юзал какие-то другие, то есть нас оно устраивает и этого достаточно. Возможно, если мы будем через день жить в лесу и поймем, что это слабая какая-то плитка, то мы ее поменяем, но пока вот так. Сейчас рекламируются и многие пользуются системами приготовления пищи, которая там очень быстро все это делает, она компактная, стоит по цене самолета, но мы пока до нее не дошли, поэтому рассказываю про то, что есть у нас. Чем хороша эта плитка, у нее есть пьезоподжиг, соответственно, если вдруг у вас нету с собой спичек и зажигалки, вы все равно ее разожжете. С этой плиткой мы раньше брали с собой всегда парочку вот таких вот армейских котелков и считали, что, блин, это круто, что он очень удобный, раз солдаты пользуются, значит и нам подойдет. Сюда можно положить пару банок тушенки, что экономило место, да, но я столкнулся с той проблемой, что когда в ней кипятишь воду, ее неудобно сливать, то есть заварить здесь какие-то макароны или сварить макароны, в принципе, удобно, но если надо просто сделать кипяточек и перелить его куда-то, часто это разливается. Поэтому мы перешли на другую посуду и приобрели вот такой набор. Таких наборов сейчас много, вы можете найти их на Алиэкспрессе, на различных магазинах, которые торгуют снаряжениями для туризма. Лично вот этот наборчик я покупал на сайте Милитариста, это МТАК бренд. В наборе есть тарелочки, ложечка для того, чтобы мешать. И даже небольшой половничек, что в принципе тоже прикольно и удобно. В такой кастрюльке удобно греть водичку. Ручки вот тут, они нагреваются, но не так, чтобы обжечь вам руки. И если держать их чуть-чуть подальше от огня, то в принципе сильно они не нагреются. Удобна крышка, то что в ней есть дырочки для слива воды. Это когда вы варите макарошки, вам надо слить воду. В принципе все очень быстро, классно. И ручка на крышке тоже не нагревается, что тоже очень удобно. Штука компактная, выглядит приятно. Для тех, кто любит инстаграм, классно смотрится на фотках. И такая же сковородочка. На такой сковородке мы жарили уже яичницу. Выглядит круто, красиво, получается вкусно. Такая же ручка, за которую удобно держать. И достаточно все это эстетично, интересно. И чайник. Чайник на литр воды. Таких чайников сейчас в продаже много. Всяких разных. И побольше, и поменьше. Я купил на Али. Называется бренд VDSE Outdoor. У них целый магазин на Алиэкспресс. Ссылочку именно на этот чайник я оставлю под роликом. Прикольный. С классной такой ручкой. Скорее всего прорезиненный. Она нагревается, но не плавится. И держать согретый чайник голой рукой можно. Вы не обожжетесь. Также есть классная крышечка. И такой вот прикольный носик. Вся эта посуда сделана из анодированного алюминия. Он очень тонкий. И в посуде из этого материала очень быстро нагревается вода. То есть приготовление пищи происходит очень быстро. И это классно. Что я еще говорил, минус по котелку, что неудобно воду куда-то переливать. А куда переливать, скажете вы? Тут мы доходим до следующего девайса, который я просто очень люблю. Это очень удобная штука. Это обычный термос. Мы все привыкли, что термос нужен, чтобы когда едешь кататься на лыжах, надо дома приготовить туда вкусный чай и взять с собой. Но термос это не только взять с собой из дома, но это держать все время под рукой кипяток в том же походе. Потому что, как показала практика, например, я просыпаюсь рано. Кто-то спит дольше. Мы живем в палаточном лагере с друзьями. Я проснулся, нагрел водички, перелил эту водичку в термос. И он у меня закрыт и стоит. Стоит. И не надо мне каждый раз, когда просыпается очередной человек, греть еще раз водичку для того, чтобы сделать чай или кофе. Вот так мне намного больше нравится переливать в термос, нежели с армейского котенка. Ну, опять же, для тех, кто там не пользуется термосом, в этом чайничке можно сразу кинуть какой-то чай, либо там смородину, ягодки, что вы там любите, шиповник, настой. И он будет красивенько там вот это вот настаиваться, а потом можно наливать в кружечку. Красота. Термос, которым мы пользуемся, с которым часто ездим от компании Трамп, но у меня есть несколько других разных термосов от других брендов. Я не скажу, там, лучше они или хуже. У каждого термоса есть свое применение и свои плюсы и свои минусы. Мне больше нравится вот в таком термосе возить воду с собой. Тут литр двести, это удобный формат для того, чтобы попить чай и напоить кого-то кофе. Также есть у меня трехлитровый большой термос с помпой, есть трехлитровый в виде чайника, но там такой формат, что возить с собой не очень удобно, но на какие-то мероприятия брать с собой кипяток классно. А также есть термос со стеклянной колбой, который лучше никуда не возить, потому что вы сами знаете, что стеклянная колба разбивается. Но со стеклянной колбой мне больше нравится пить чай дома, это как-то более эстетично, знаете, там вода, стеклянная колба, китай, термос, цветочки, все дела, это красиво. И также мне нравятся термосы маленькие, формат 250-300 миллилитров. Это когда вы готовый горячий либо холодный напиток наливаете и берете с собой на прогулки. Друзья, на этом все, с вами был Любомир Борода. Огромное спасибо за проявленный интерес, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Если у вас есть чем поделиться, какими-то наработками, лайфхаками в этом деле, то обязательно пишите. Я же хочу напомнить вам о том, что у меня есть Patreon, где вы можете меня поддержать. Условия подписки все есть там, ссылку оставляю в описании. Здесь много про него рассказывать не буду. Единственное, что хочу сказать, что я очень благодарен каждому, кто поддержит меня на этом проекте. И еще хотелось бы узнать у вас, интересен ли такой формат, рассказывать ли дальше про то, что нас окружает в автопутешествиях. И что конкретно и интересно вам было бы услышать или про что. Задавайте ваши вопросы, пишите, свистите. Всем хорошего дня, чая, кофе, природы, путешествия.